До тазиков дело не дошло. В деревне Бабина-1 сгорела баня. Обуглены стены, повреждена кровля. Что пошло не так? Расплата за легкий заработок. Только что мне звонили, внучка попала в аварию. Бабурычанин помог задержать курьера телефонных мошенников. За деньгами пришла женщина, которая была задержана сотрудниками милиции. Щедрый гонорар или очевидный приговор? Скользко и темно в Бабурычке пятилетний ребенок попал под машину. Подъезжая к пешеходным переходам, до минимума снижайте скорость и предоставляйте преимущество в движении пешим участникам. Как не угодить под колеса? Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда и жизни города мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Опасная беспечность или капризы погоды. В Бабурычский ребенок попал под колеса автомобиля. ДТП произошло во вторник утром на интернациональный. 50-летний водитель «Пежо» наехал на 5-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мы обращаемся к водителям. Подъезжая к пешеходным переходам, до минимума снижайте скорость и предоставляйте преимущество в движении пешим участникам. В свою очередь, пешеходам при выходе на проезжую часть необходимо убедиться в том, что автомобили остановились и пропускают вас. Ребенок с травмами доставлен в больницу. Женщина не пострадала. Возможно, трагедию удалось бы избежать, если бы пешеходы были обозначены фликерами. Вечером 19 ноября в деревне Ясный лес 38-летний водитель сбил 35-летнего местного жителя, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина с травмами госпитализирован. В вечернее время пешеход световозвращающими элементами обозначен не был. Более того, находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям неукоснительно соблюдать ПДД. Тише едешь, дальше будешь. Могилеве СК раскрыл подробности уголовного дела, где водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста. Трагедия случилась днем 22 июня. Под колесами самосвала оказался 59-летний житель областного центра. Спустя два месяца от полученных травм мужчина скончался в больнице. В результате расследования установлено, что велосипедист был пьян и очень торопился в магазин, поэтому проехал на запрещающий сигнал. Установлено, что находившийся за рулем самосвала водитель проигнорировал сочетание красного и желтого сигналов ситофора, которое запрещает движение. И не предприняв мер к остановке своего грузовика, выехал на пешеходный переход, где сбил велосипедиста. За нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека, предусмотрено наказание. До пяти лет лишения свободы. Никто не видел, значит не было. Или видеорегистратор враг для нарушителей. В Могилеве женщина на одном перекрестке заработала сразу два штрафа. Автолюбитель прислал в ГАИ видео с самописца, на котором водитель Дейхатсу на улице космонавтов нарушает ПДД, проезжает на красный сигнал светофора и перестраивается на перекрестке. 44-летняя могилевчанка привлечена к административной ответственности. Словно пелена перед глазами, с начала года белорусы отдали телефонным мошенникам более 12 миллионов рублей. Самый распространенный способ – «Алло, мама». Злоумышленники звонят пожилым людям и говорят, что ребенок стал виновником аварии. Для освобождения от ответственности срочно нужны деньги. Не прекращая разговор, отправляют на названный адрес соучастника. От передачи наличных до осознания ситуации, как правило, проходит не один час. Чтобы не быть обманутыми, нужно как можно скорее прервать разговор, связаться с родственниками и обратиться в правоохранительные органы. В текущем году зафиксировано свыше 700 случаев наживы на доверчивости граждан. Организаторы зачастую находятся за границей, где для этих целей работают специальные колл-центры. 8 из 10 таких афер сейчас раскрываются благодаря широкой информационной кампании. Задерживают в основном курьеров. Они вопреки распространенному заблуждению. Соучастники преступлений и привлекаются к уголовной ответственности. Типичное преступление произошло на неделе в Бобруйске, но тут выверенная схема дала сбой. В городе задержали курьера телефонных аферистов, но не без помощи неравнодушных граждан. Только что мне звонили, внучка попала в аварию, ей грозит, ей надо деньги давать. И сейчас должен кто-то приехать сюда за деньгами. Мужчина сразу понял, что имеет дело с мошенниками и решил посодействовать правоохранителям. И назначил встречу с курьером. После связался с родственницей, убедился, что она в порядке и обратился в милицию. За деньгами пришла женщина, которая была задержана сотрудниками милиции. Выяснилось, что 44-летняя, курьер, гражданка одной из соседних стран. За рубежом ей предложили работу на территории Республики Беларусь. Женщина должна была забирать деньги у обманутых пенсионеров и передавать их посреднику. Работодатель обещал щедрый гонорар, но заплатить не успел. Возбуждено уголовное дело. Попарились на славу. В деревне Бабино-1 сгорела баня. Сообщение о пожаре поступило спасателям воскресным утром. Открытым пламенем полыхала одноэтажная деревянная постройка. Людей внутри не было. Спасатели моментально ликвидировали данное возгорание, в результате которого повреждено имущество, обугленные стены, повреждена кровля. К счастью, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Как под копирку, в Бабруйске участились случаи печных пожаров. Так, в пятницу днем на улице Ермака полыхал гараж. Под угрозой оказались сарай и частный дом. Благодаря слаженной работе спасателей пострадала лишь кровля. Уже в понедельник в первом переулке Дунаевского горела хозпостройка. Накануне пламенный вечер оказался в деревне Бирча. В огне баня пострадали перекрытия стены и имущества. Во всех случаях, к счастью, обошлось без жертв. Спасатели напоминают о важных правилах, которые нужно соблюдать при эксплуатации печного отопления. Это не перекаливать печь, не использовать легко воспламеняющиеся жидкости, не доверять растопку печей детям, ну и, конечно же, использовать исправную печь без трещин и при наличии притопочного листа у печи. По статистике, пожары из-за неисправных печей и электроприборов в осенне-зимний период происходят практически ежедневно. Только за 10 месяцев в Могилевской области произошло свыше 100 таких возгораний. Спасатели уделяют особое внимание частному сектору, посещают пенсионеров, одинокопроживающих и обращаются к каждому. Не забывайте своих родных, проводите беседы и проверяйте оборудование в их доме. Это была Сирена, но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА